Меня зовут Илья Арестов, я delivery manager финансовой практики компании DataArt из города Санкт-Петербурга. Спасибо, что пришли с кофе-паузы. Я постараюсь много времени занять перед обедом. Сегодня я хочу рассказать про такой термин, как банковская дигитализация. Что это вообще такое, что мы узнали, поработав с этим где-то порядка двух лет, что мы услышали от консультантов, что мы изучили в интернетах и просто от клиентов, ну и какие проекты мы с этим делали. Давайте начинать. Шел где-то 2015 год. Новостные СМИ и в принципе все интернеты пестрили информацией, что банковскому сектору осталось недолго, что вообще грядут колоссальные изменения, появился так называемый финтек, что сейчас вообще вот просто вот все изменится. В тот момент мы зашли на немецкий рынок, мы начали общаться там с банками, с клиентами, мы узнали, что у Deutsche Bank были проблемы, что у них было управление двумя CEO, что некоторые банки закрывают свои представительства, локальные офисы и переходят, казалось бы, в мобильный банкинг, что хорошо, но бабушкам и дедушкам надо ездить за пенсией, и сейчас это гораздо дальше, чем было до этого момента. В это время компания DataArt решила в финансовой практике, финансовая практика в компании самая большая и самая, назовем так, взрослая, решила слегка изменить свои подходы к продажам и сфокусироваться на пяти направлениях, отчасти про которые говорила Таня, но ожидая, что из этих направлений самые перспективные, принесут больше всего денег, у нас есть опыт, понимание, мы хотим там развиваться, эти пять направлений были небезызвестная вам банковская дигитализация, трейдинг, управление данными, моделирование бизнес-процессами и либо изменение больших компаний Enterprise Change Management, либо Legacy Modernization. В то же время стали появляться такие ивенты, как банкатоны, хакатоны для банков, отличная идея, понять, что хочет новое поколение, какие у них идеи, позвать стартапы, собрать опыт и, наверное, внедрить. На этих ивентах стали появляться такие интересные люди с должностями Chief Digitalization Officer, и вокруг них было много всегда людей, которые хотели с ними пообщаться. Мы там тоже были, об этом чуть попозже. Также было много разговоров о том, что поколение Y — это совершенно другие люди, что миллениалы, им надо совершенно все по-другому, что, например, если не ошибаюсь, к 2025 году поколение Y будет обладать всеми, большинством, так скажем, всех денежных средств, которые есть на нашей планете. С ними надо взаимодействовать по-другому. Они заинтересованы больше в предпринимательстве, чем работать на дядю, так скажем. Они вообще не думают о том, чтобы откладывать и копить деньги на старость, на будущее, лучше здесь, сейчас попутешествовать. Компания DataArt исторически всегда, исторически начинала работать со стартапами. Мы были небольшими, мы до сих пор понимаем, чего хочет клиент, думаем о продуктовой разработке, как говорили мои коллеги. И в целом мы, как бы, тогда и сейчас думали о том, что мы знаем, во-первых, как и что надо клиентам, как им это предложить, как их провести по этому пути трансформации. Мы начали участвовать в банкатонах, мы поучаствовали в трех из них. Было интересно, много пива, Red Bull, интересный опыт, интересные знакомства. После этого, накопив какой-то опыт, общаясь с клиентами, рассказывая, как здорово вообще, как минимум, пиар и маркетинг, вообще и что-то более осязаемое. Нас попросили провести парочку таких ивентов, мы их провели. И после этого мы решили как-то агрегировать свои знания и как-то, во-первых, рассказать, что, а, да, мы понимаем, кто такие миллениалы, что такое поколение Y, как с ними взаимодействовать, что они хотят, плюс рассказать, какой у нас есть опыт, что такого крутого мы делали, какие прототипы и какие продукты мы делали. И так появился сайт wination.org, на который мы собрали наши… вы можете зайти посмотреть, он действительно существует, да. Собрали интересные, на наш взгляд, решения, которые мы делали, ну и как-то там пару слов про миллениалов. Первое решение, про которое я хочу рассказать, называется donation. Donation – идея краудфандинговой платформы, что мы объединяем хорошие идеи, которые нуждаются в финансовой поддержке, и люди могут экспонсировать… Как это по-русски? Ну, в общем, помогать деньгами. Например, идея, которую мы тогда рассматривали… Спасибо большое, да, пожертвования, супер. Которую мы тогда рассматривали, это, например, в немецком футболе, чтобы команде играть в следующие лиги, нужно сплотить определенную сумму денег. Если у команды нет каких-то больших спонсоров типа «Газпрома», или просто, то, например, болельщики могут в этом помочь. И вот она, как бы, платформа, где это можно реализовать. Либо, например, вы идете по своему прекрасному городу, проходите мимо какого-нибудь музея или красивого здания, и вам на ваши или часы приходит сообщение. Не хотите ли вы пожертвовать 50 евро на реконструкцию? Этого прекрасного здания, потому что вы в своем приложении указали, что вам интересны такие разделы, как архитектура, музей, свой родной любимый город. Эта идея понравилась Deutsche Bank, и мы на одном из банкотонов взяли спецприз от Deutsche Bank. И на предыдущем слайде, если вы помните фотографию, это я там был, и вот это как раз-таки тот момент. Следующее приложение, про которое до сих пор вызывает у меня эмоции, что почему мы не начали продвигать, развивать продукт, вот как наша коллега говорила из зала, это Pulsation. Идея не нова, но, в общем, вы бегаете, занимаетесь спортом, тратите свои калории, и почему бы эти калории не менять на что-то более осязаемое, деньги, скидки или что-то такое. Пару недель назад, когда я был в Германии, туда приехал мой коллега из Лондона и сказал, что вот у него есть страховка, и он заказывает все последние Apple Watch, и они для него будут бесплатными, если он будет от страховой компании, если он будет проходить 10 тысяч шагов в день. Конечно же, он считает, что он проходит эти 10 тысяч шагов в день. Идея приложения в целом такая, что, например, вы бегаете по утрам, и магазин кроссовок вам говорит, если вы за эту неделю пробежите 10 километров, то вот вам ваучер на 20% скидку на вот эти суперкроссовки. Либо вы договариваетесь с своим ребенком, что если ты делаешь зарядку, сжешь калории, то Xbox через месяц тебе обеспечен. Из похожих идей, мне кажется, ну, я видел подобную реализацию в Альфа-банке, плюс страховые компании иногда используют, что если вы устанавливаете специальное приложение себе на телефон, покупаете страховку, ездите аккуратно, то в следующем месяце страховка вам дешевле, потому что вы аккуратный водитель. Следующее приложение. Когда мы зашли на немецкий рынок и общались с одними из клиентов, то я был удивлен, но у банка была идея понять, как банк может помогать своим клиентам в момент смены жилья при переезде из одной квартиры в другую. В целом в Германии, как мы узнали, что в любом крупном городе сложно со съемом жилья. Это всегда очереди, это там на одну квартиру, там выстраивается очередь, чтобы пройти кастинг, вы приносите документы, подтверждающие, что у вас есть деньги, что вы вообще честный гражданин и так далее, и так далее, и так далее. Плюс специфика в том, что в Германии у банков есть свое жилье. В собственности есть квартиры. Например, вы со своей подругой или другом решили жить вместе. Сейчас у вас в ипотеку квартира с одной спальней, у вас рождается ребенок. По закону, сколько бы ребенку ни было лет, у него должна быть своя комната просто. Вот, соответственно, вы приходите в банк, перезаключаете договор, вы уже выбрали какое-то более подходящее вам жилье, и квартира уходит в зачет, и, соответственно, таким образом у банка появляется та самая собственность. Банк заинтересован в том, чтобы эта собственность тоже приносила какие-то средства, в идеале там ее либо продать, либо как-то сдавать, и вот это решение было как раз-таки некий агрегатор. Мы собираем там жилье, которое есть в принципе на рынке, плюс банк добавляет свои, и ничего сверхъестественного. Пользователь выбирает, сколько надо спален, балкон, сколько он готов за это платить, и дополнительная, так скажем, функция от банка, это банк вам говорит, а может быть вот все вот это вы возьмете в ипотеку, и платить вам будет меньше, чем вы будете снимать. Как вам такая идея? Это идея наверраса, вторая — это там дополнительные сервисы, такие как помощь переезде, помощь со страховкой, там, не знаю, сантехника, или еще что-то такое. Следующее решение, которое мы здесь показываем, это дополненная реальность, персонифицированный маркетинг, и вообще медиа специально для вас. Идея, что у вас есть приложение, вы наводите телефон на специальный QR-код, и вот динозавр побежал, бабочки полетели. Все очень круто. Но это же маркетинг, конечно, но это же специально для тебя. И аналайзер. Базовый, я бы так сказал, базовый инструмент обучения некому портфельному менеджменту. У вас есть пару десятков тысяч евро, вы думаете, во что бы их вложить, чтобы вот был максимальный эффект через какое-то время. Что? И все же, и все же, если сразу не биткоин, то вот, то выбрав все-таки это приложение, посмотрев, поиграв с финансовыми инструментами, можно понять, какая будет динамика на исторических данных, что вам принесет ваш портфель. Дальше у нас идет прототип для Томсона Ройтера, где мы показывали, насколько новости из различных, в различных концах света влияют на финансовые рынки. Просто Data Visualization. Последнее, агрегирующее, это немного все в компании DataArt, есть практика IoT, интернета вещей и идея, что вот у нас есть своя платформа, мы можем объединить все вот эти девайсы в одну сеть, и вообще у вас как бы будет все совместно, платформно и здорово. Если вам интересно, то, пожалуйста, посмотрите презентацию этот сайт дальше. Я возвращаюсь в свою презентацию. Работает, да. Вот это я, это наш директор. Где тут указатель? Это наш немецкий, один из немецких директоров, это представитель Deutsche Bank. Что? Это банкатон, все были как бы, показывали, что они вот тоже без пиджаков, да, тоже люди, они могут, да-да-да-да-да-да-да-да. И вот это вот волшебное, когда на одной руке швейцарские часы за пару десятков биткоинов, возможно, а на другой Apple Watch, что да, мы с вами, ребята, все в порядке. После опыта с банкатонами мы как-то стали понимать, что, возможно, на прототипах много денег не заработаешь. И да, и как-то вот так же непонятно было, как банки это все дело могут применить, потому что на каждом ивенте, на каждом этом событии куча идей, как минимум три победителя, а то и больше. И в целом, да, там идеи повторяются, но их довольно-таки много, и как банк их может применить, непонятно, потому что, ну, мы знаем с вами, что IT-отдел очень часто, работа у них распланирована на пару лет вперед, они знают, чем будут заниматься, те самые 40 платформ, про которые говорил Дима, непонятно было. Плюс мы на одном из банкатонов постречали консультантов. Они занимались подобно, они занимаются подобными вещами, помогают с дигитализацией банковского сектора. Мы пообщались, хорошие ребята, решили партнериться и двигаться совместно. Они нам рассказали много нового, и у нас родилась идея нового подхода, как можем банкам предлагать услуги по дигитализации, как эти вообще проекты могут осуществляться. Если представить, что… Мы узнали, что у любого банка, уважающего себя, есть клиентаориентированная стратегия, цель, что в 2020 году будет все по-другому. Будет новый банк, будут дополнительные сервисы, мы будем очень думать о нашем клиенте, и будут, извините, повторюсь, новые сервисы. У банков… Банки генерили идеи при помощи консультантов, их были в принципе сотни. Мы начинали помогать, когда из этих идей что-то выбиралось, и надо было делать прототипы. Прототипы были первым уровнем. Делаются прототипы, проверяются на фокус-группах, смотрятся, есть ли вообще интерес, насколько банк заинтересован. Если да, то предложение в виде бизнес-приложения, или что-то уже, что не стыдно отправить на Apple Store или Google Play, и пользователи, скорее всего, будут этим пользоваться. Последний слой – это мы не хотели, чтобы просто пройдя цикл, в банке появилось еще 40 платформ, и разрозненных систем, соответственно, их должна объединять новая платформа. С этим подходом мы начали предлагать свои услуги, питчить совместно с консультантами. И один из проектов, который мы тогда делали, проект по… Мы его называли по анбордингу, но в принципе идея в том, что если возможность банку предоставлять услуги инвестирования или wealth management своим клиентам проще, чем у них есть это сейчас, плюс через сторонние API возможность привлекать клиентов из других банков, то есть возможность передавать, так скажем, легко переносить деньги из одного банка в другой. Родилось вот это решение. Схема несложная. Вы решаете, на сколько лет вы хотите инвестицию сделать, сколько у вас есть сейчас, сколько вы готовы откладывать ежемесячно, плюс где-то пару лет назад это было еще круто, округление с каждой вашей покупки до ближайшего евро или до 5 евро, сколько вы хотите, чтобы дальше продолжало капать на инвестиционный счет. После этого система строит вероятность на распределение, сколько вы можете заработать за этот период, формируется портфель из финансовых инструментов данного банка, вы можете посмотреть динамику, вероятность, ну, как вообще там максимальная просадка, сколько вы можете всего заработать, насколько это рискованно. Одна из идей, которую мы также реализовали, это возможность проверять, как это называется, возможно, все-таки know your client, удостоверяться, что этот клиент, это наш клиент, это через видеосвязь, то есть вы, ID ваш, и тем самым банк понимает, что да, можно продолжать, вам не надо ехать ни в какое отделение. Плюс есть уже API-провайдер, который может легко помочь вам достучаться до любого счета в любом немецком банке. Из интересного было, что идея, как вообще вот это решение может сосуществовать с текущими решениями в банке. Идея была, что так как вы вряд ли будете каждые 15 минут смотреть, что у меня там происходит с моими накоплениями на ближайшие 10 лет, то интегрироваться через файлы, где список пользователей, что они там хотят, и end of day, конец дня, синхронизация, что у вас происходит, чтобы отображать информацию. В целом, проект был очень интересный еще и потому, что начинали мы его, к нам пришел, опять же, немецкий клиент, и сказал, ребята, вот у меня есть 5 картинок, 5 дизайнов, давайте вы мне анимацию сделайте, просто вот красиво переключать. Ну, не вопрос, конечно, давайте. В конце у нас уже была матмодель на эре, хай-чарты, и, в общем, мы единственное, я лично единственное, чего боялся, что клиент клиента придет и скажет, ребята, все отлично работает, давайте в продакшн. Но мы были совсем не готовы к такому повороту событий. Также из... Интересно для меня было, что мы сглаживали кривую хай-чартов очень долго, потому что клиент говорил, ребята, все плохо, все не работает. Что не работает? Все работает. Да нет, вы понимаете, вот клиент посмотрит, и вот кривая вот неровненькая, вот видите, вот такого не должно быть. Окей. Это было действительно новое для меня, я не знал. Но для, как я понял, для вот, назовем это так, мне кажется, что для немцев очень важна визуальная составляющая, как это выглядит. Следующий проект, он в целом был развитием предыдущей идеи, это проект некой платформы, например, у банка нет возможности, он не представляет услуги инвестирования своим клиентам. И вот при помощи вот той платформы, которую я сейчас буду рассказывать, он бы мог это сделать. Идеи про данную платформу навеяло там такое приложение, как Robinhood. Кто-нибудь слышал про приложение Robinhood? Он больше, конечно, известен на американском рынке и, наверное, на европейском рынке. Суть приложения очень простая. Очень простой дизайн, всего лишь название акции, ее текущая цена, график акции на одном экране и единственная кнопка «Купить». Все. Дальше как бы все очень просто. Понятное дело, что вы можете поскролить вниз, посмотреть, какие там финансовые параметры и так далее. Но вот как бы суть очень простая. Простая, легко и просто сделать инвестицию. Ну, вдруг вы начитались там книжек Уоррена Баффета, который говорит «Всегда покупайте» и решили этим заняться. Из интересного конкретно про этот Robinhood это то, что они за три года собрали аудиторию в 2 миллиона пользователей и эти пользователи провели транзакции на 75 миллионов долларов. И средний возраст их пользователей 28 лет. Как раз-таки те самые миллениалы и Y Nation. По словам основателя, их пользователи хотят делать вложения, инвестиции, но они хотят через их приложение выстраивать еще более доверительные отношения с брендами, как, например, они это делают в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере. То есть. Вот. И еще один момент, который важен перед рассказом про эту платформу, это то, что по исследованию, если не ошибаюсь, Deloitte, мне кажется, да, порядка 60, больше, чем 60% миллениалов более доверяют своим друзьям и семье в инвестировании, чем каким-то финансовым экспертам. Так вот. Мы реализовывали white-label платформу, чтобы любой банк мог ее себе интегрировать, просто изменив дизайн и структуру. Полностью реализовали в бэкэнде трейдинговые механизмы, интеграцию с маркет-дата-провайдерами. В общем, трейдинг работал. Плюс совместное управление акциями. Например, если вы хотите просто инвестировать 100 долларов, то сложно купить одну акцию в Фейсбуке. Она стоит дороже. Масштабирование. В общем, мы были готовы. С точки зрения пользователя было реализовано два приложения. Суть первого приложения, например, вы делаете покупки, используя свою карточку. Вы вводите данные этой карточки в приложение. С вашего разрешения мы берем за определенный период транзакции, которые вы совершали, их анонимизируем и предлагаем пакет акций из брендов компаний, которым вы наиболее лояльны. Те покупки, которые вы совершали. Например, вы заправляетесь на British Petroleum, покупаете что-нибудь в Ашане, в Apple Store и так далее. То есть вот идея развития отношений с брендами, да, она здесь. Плюс, если вы разрешили сохранить ваши анонимизированные транзакции в приложении, то вы можете, получаете доступ к транзакциям всех участников и можете посмотреть вообще, что покупают, в чем заинтересованы другие пользователи, тем самым посмотреть вообще, что там по трендам и так далее. Ну и, конечно же, там ваши друзья, там Facebook и так далее. Если они пользуются, то вы тоже можете на это смотреть. Другое приложение — это моя мечта, как бы сделать что-то, нажав одну кнопку, которая ежедневно будет зарабатывать для меня деньги. Не алгоритмическая, а автоматическая, я бы сказал, торговля на бирже. Суть решения в том, что есть финансовые индикаторы, которые дают сигналы о том, покупать или продавать ту или иную ценную бумагу в зависимости от ее графика. Такие как, не знаю, средний, скользящий средний, там Relative Strength Index, MACD, там Bollinger Bands, whatever. Вы выбираете три таких индикатора. Они объединяются в так называемую стратегию. И после этого выбираете финансовый инструмент, с которым вы хотите, чтобы эта стратегия работала, и запускаете тестирование на исторических данных. Ну, что было бы, если бы вы вложили там тысячу долларов вот в эту стратегию на этом инструменте, там, год тому назад. Если вас все устраивает, то вы запускаете ее в текущем времени. На исторических данных мы брали данные с Yahoo Finance и показывали пользователю график, максимальную просадку, сколько он максимально мог бы заработать, ну и, в общем, мечта, а не решение. Стратегия после нажатия на кнопку Invest начинала работа. То есть, как бы, сигналы приходили и, соответственно, покупай или продавай. Если рассматривать какие-то тренды, то, мне кажется, в следующем году мы, скорее всего, увидим, в принципе, то же самое, что будут развиваться пейменты, что мобильный банкинг будет продолжать развиваться. Из интересного, как мне кажется, раньше мобильные технологии были как некий провайдер, провайдер-услуг. Для пользователя сейчас это уже базовый принцип для любого банкинга, то есть без мобильных технологий уже никуда. Еще, когда говорят про финтек и про то, что он делает, интересно, что сейчас на Земле порядка 50% населения, которое unbanked, то есть люди, которые не имеют доступа к банальным банковским услугам. И получается, что финтек уже играет как бы социальную роль. То есть это предоставляя пользователям эти новые услуги, и это даже, мне кажется, больше, чем просто какие-то инновации и дополнительные экономические параметры. Например, если взять ту же самую Кению, то мобильный оператор Safari.com, или как-то так он называется, он также является платежным агентом в этой стране, и у него порядка 26 миллионов пользователей, совершающие платежные операции. Все население Кении порядка тех же самых 27-28 миллионов человек. Интересно, как влияют криптовалюты на рынок инвестиций. Мне кажется, только ленивый сейчас не думает об ICO, Initial Coin Offering, выпуск новой криптовалюты. Компания DataArt успешно выполнила 5 подобных проектов. Из-за того, что было мне интересно, общаясь с одним из клиентов, ну как идут дела, ну как-то так, не очень, на минуточку забегая вперед, на тот момент ICO уже собрал порядка 25 миллионов долларов. Я такой, да, почему, что же такое? Ну мы хотим больше. Окей. Интересно, и мне кажется, хорошо, что сейчас регуляции также настроены на клиентоориентированность, что банкам рекомендуют открывать свои API. Есть направление, что вы сами решаете, какие персональные данные, какая структура может у себя хранить. Говоря немного про банковскую дигитализацию, мне кажется, что банки в целом ответили на вызов времени, перестроились, и если смотреть, например, на то же самое приложение Deutsche Bank сейчас, то, ну, круто, они получают первые призы по дизайну, они стали ближе к клиентам, и это здорово, мне кажется. Но также есть ощущение, что дигитализация начинает двигаться в смежные области, это иншуртек, то, что я говорил про Apple Watch и так далее, и сейчас довольно-таки большой хайп в СМИ о том, что вот блокчейн полностью изменит рынок услуг страхования, что мы, вот появляющийся иншуртек, вот он-то все поменяет на этом рынке тоже. Я надеюсь, что где-то через год мы с вами встретимся здесь, и, возможно, я расскажу о том, что наша компания делает на рынке иншуртека. В принципе, у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, что послушали. Надеюсь, было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.